Уважаемые дамы и господа, наш эфир продолжает интереснейшее, замечательное ток-шоу Алексея Орлова под названием «Моя Америка». У нас на связи автор этого шоу Алексей. Здравствуйте, добрый день. Добрый день, Толя. Добрый день, дорогие дамы и уважаемые господа. Мы сегодня поговорим о том, как политкорректная полиция воюет с историей. Своей страны, с историей Соединенных Штатов Америки. Начну я вот с чего. В воскресенье, 21 апреля, не в минувшее, а перед этим воскресенье, в Филадельфии, был демонтирован памятник певице Кейт Смит. Памятник певице стоял напротив спортивной арены, где играет хоккейная команда «Филадельфия Флайерс». Логичен вопрос. Певица и спорт. В чем дело? Это было не случайное соседство. Памятник и спортивный дворец. И вот почему. В 1974 году, перед шестым матчем финальной серии Кубка Стэдли, певицу Кейт Смит пригласили исполнить национальный гимн Соединенных Штатов. Ну, мы знаем, это традиция всех спортивных соревнований, профессиональных команд. Перед началом матча исполняется национальный гимн. Вместо гимна Кейт Смит спела песню Ирвина Берлина «Господь благослови Америку», «Гад блэс Америка». И Флайерс, филадельфийская команда, одержала победу над Бостон-Брюинс и впервые завоевала Кубок Стэнли, стала чемпионом национальной хоккейной лиги. И вот с тех пор, на протяжении 45 лет, перед матчами филозофийцев звучал не гимн, а песня Ирвина Берлина. Время от времени пела сама Смит, а после ее смерти, в 1986 году она умерла, после ее смерти под сводами спортивной арены звучала запись в ее исполнении. Песня Берлина в исполнении Кейт Смит стала талисманом команды. И в 1987 году, на следующий год после смерти певицы, напротив спортивной арены был поставлен ей памятник. Теперь памятника нет. В флаве закончили чемпионат, нынешний чемпионат, до 21 апреля, но если бы продолжали чемпионат, песня «Господь благослови Америку» в исполнении Кейт Смит уже не звучала бы. И эта песня в ее исполнении звучала, начиная с 2001 года, звучала во время каждого домашнего матча бейсбольной команды «Нью-Йорк Янкис». И с середины апреля уже не звучит. Что случилось, дамы и господа? Почему не звучит песня «Год блэс Америка» в исполнении Кейт Смит? А случилось вот что. Кто-то довел до сведения руководителей команд «Флайерс» и «Янкис», что в далекие 30-е годы Кейт Смит пела российские песни. И этого оказалось достаточно, чтобы убрать памятник и прекратить радовать болельщиков песней Ирвина Берлина в ее исполнении. Мы с вами, дамы и господа, в последние годы стали, к сожалению, привыкать к тому, что памятники убирают с пьедесталов. Но сначала это были памятники военачальникам и политическим деятелям конфедерации, генералам Роберту Ильи, Томасу Джексону и президенту конфедерации Джефферсону Дэвису. Лиха беда начала. Наступил вперед черед памятникам неизвестным солдатам. Более ста лет стоял на кампусе Университета Северной Каролины бронзовый солдат, названный Тихим Томом, Silent Tom. Этот памятник напоминал о студентах и преподавателях университета, которые пали на гражданской войне. В августе прошлого года памятник сбросили с пьедестала. Была одержана еще одна победа в войне, которая преподносится к теме, кто ее затеял, как война с ненавистью, война с расовой нетерпимостью, война с белым национализмом. По существу, это война с историей Соединенных Штатов Америки. Жертвой этой войны может оказаться кто угодно. Жители калифорнийского города Арката, есть такой город в Калифорнии, в этом городе Хиллари Клинтон получила на выборы в 2016 году поддержку 85% избирателей. Вы можете себе представить, 85% избирателей города Арката проголосовали за Хиллари Клинтон. Так вот, горсовет этого города постановил убрать памятник президенту Уильяму Макинли. В молодые годы Уильям Макинли сражался с конфедератами на гражданской войне. Он пошел на войну добровольцем рядовым и дослужился до майора. В 1892 году его избрали президентом. И став президентом, он назначал афроамериканцев на вакантные места федеральных службов. Логичен вопрос, чем такой президент не угодил прогрессивным жителям города Аркаты? Он был лидером поселенческого колониализма, это объявил вось одного из индейских племен. И вот установленный в 1906 году на центральной площади города памятник Макинли был убран спустя 112 лет, в 2018. Ну, дамы и господа, кто на всем белом свете знает о городе Аркате? Я полагаю, что в Калифорнии об этом городе знают далеко не все. Но вот о существовании города Нью-Йорка, я полагаю, осведомлен весь мир. Это вовсе не значит, что весь мир осведомлен о каждом памятнике в городе Нью-Йорке. Ну, например, кто знал о памятнике доктору Джеймсу Мэриону Симсу? Джеймс Мэрион Симс. Я предполагаю, что об этом памятнике знали далеко не все жители Нью-Йорка. Но вот созданная при городском совете Нью-Йорка комиссия постановила убрать этот памятник. В чем дело? Доктора Симса, Джеймса Мэриона Симса, считают отцом современной гинекологии. В 1855 году он основал в Нью-Йорке первую в Америке гинекологическую больницу. В 1871 он основал в Нью-Йорке первую в стране онкологическую больницу. Симс скончался в 1883 году. В 1934 ему поставили памятник в Нью-Йорке напротив Американской медицинской академии. Но в январе прошлого года памятник перенесли на кладбище в Бруклин, где похоронен Симс. В чем провинился доктор Симс, отец современной гинекологии, основатель первой в стране гинекологической больницы и первой в стране онкологической больницы. В начале своей карьеры он работал в Алабаме и оперировал черных рабынь. Комиссия, решившая судьбу памятника, объявила, оперировал черных рабынь без согласия и без анестезии. В автобиографии «История моей жизни» Симс называет имена трех негритянок, которые страдали от гинекологических фистул и добровольно согласились стать участниками опытов, которые помогли им вылечиться. Здоровье ни одно и ничто не угрожало. Одна из трех получила возможность рожать. Операции действительно проходили без анестезии. Но анестезия была изобретена в Бостоне в 1842 году. Симс начал операции в 1845 в провинциальном Монгомере, где об анестезии понятия не имели. Воспользоваться открытием у него не было возможности, и дамы, господа. Двадцатью годами позже, в 60-е годы, в гражданской войне раненых оперировали без анестезии. Отрезали руки, ноги, залезали куда угодно без анестезии. На педестале памятника доктору Джеймсу Мэриону Симсу было высечено «хирург и филантроп». «Хирург и филантроп». Памятник отличается от нацистов Германии, крушивших памятники в 20-30-х годах прошлого века, сжигавших книги. Кто сбросил памятник тихому тому, выясняется по сей день. Но многим ли эти неизвестны отличаются тех, кто известен? Например, депутатов Горсовета Аркады, принявших решение демонтировать памятник президенту Макинли, членов комиссии Горсовета Нью-Йорка, назвавших памятник доктору Симсу памятником ненависти. Есть между ними одно различие. Первые, в Северной Каролине, нарушили закон штата, запрещающий сносить любые памятники. Вторые, в Аркадии, в городе Нью-Йорке, законов не нарушали. Но те и другие союзники в войне с историей Соединенных Штатов Америки, цель этой войны – переписать историю, вычеркнуть из нее имена, вычеркнуть факты событий, которые не укладываются в рамки прогрессивно-либеральной политкорректности. И эта война не ограничивается борьбой с памятниками. Ныне политкорректная Америка называет расистом каждого белого, покрывшего лицо черной краской, и считает проявлением расизма бытовавшие в стране народные театры, в которых загримированные под негров белые актеры разыгрывали сцены из жизни чернокожих рабов. Такие спектакли, министрель-шоу, они стали в 20-е и 30-е годы XIX века частью американской культуры. Это была популярная форма развлечения, главным образом в Северных Штатах. Негров среди министрелей не было. В 50-е годы того же XIX века в Северных Штатах появились и негритянские группы министрелей, и черные актеры часто гримировали свои лица. Будучи черными, красили их черный свет. Публика ломилась на представления негров. В 70-е годы XIX века в министрель-шоу уже были музыкальные номера, звучали негритянские песни, притеча, джаза. А к началу XX века жанр министрель-шоу изжил себя и исчез в первые два десятилетия нового столетия. Вопрос. Были ли расистами белые актеры, гримировавшиеся под черных? Кто знает, дамы и господа, возможно, да, не исключено, что нет. И белые актеры гримировались не только в министрель-шоу. Всегда гримировались актеры, например, исполнявшие роль Отелла. В театральных исценировках аболиционистского, подчеркиваю, аболиционистского романа «Хижина дяди Тома» спектакль шел во многих театрах городов Северных Штатов. Роли негров в этих спектаклях исполнялись загримированные белые актеры. Уж они-то, аболиционисты, наверняка не были расистами. И уж, конечно, не был расистом Эл Джолсон, провозглашенный американской прессой, величайшим эстрадным артистом мира. «The world's greatest entertainer». Выдающийся шоумен Аса Илсон родился в 1866 году в литовском местечке Средник. Вскоре семья эмигрировала в Америку. Отец Аса стал раввином в одной из синагог Вашингтона. Аса и его брат, будучи подростками, они зарабатывали пением, пели обычно в ресторанах и барах. В 1898 году, во время Американо-испанской войны, Аса Илсон выступал перед солдатами, и тогда-то он стал называться Эллом Джолсоном. Эл Джолсон. В начале 20 века Эл Джолсон избрал для себя амплуа артиста Министрель Шоу и выступал в гриме «Поднегра» в спектаклях одного актера. В 20-е годы шоу и мюзиклы Джолсона стали главным событием на Бродвее, и он заслужил похвалу негритянских газет и журналов, потому что боролся с дискриминацией чернокожих певцов, музыкантов, артистов. Эл Джолсон вошел в историю кинематографа как актер, сыгравший в 1927 году главную роль в кинокартине «Певец джаза», «The Jazz Singer». Это первая в истории полнометражная звуковая картина. Герой картины, юный Яша Рабинович, распевает в барах разные песенки. И вот отец, правоверный еврей, наказывает сына. И Яша сбегает из дома. Со временем он становится популярнейшим певцом джаза. Но не как Яша Рабинович, а как Джек Робин. Поет он загримированным «Поднегра». Вопрос, олицетворяет ли кинокартина «Певец джаза» первая в истории полнометражная звуковая картина? Олицетворяет ли она проявление расизма? Политкорректная полиция не сомневается, олицетворяет. Поэтому телевидение игнорирует исторический фильм. Его показывают только в киношколах. Вопрос, дамы и господа. Грозит ли такая же судьба фильму «Унесенные ветром», который был снят в 1938 году по одноименному роману «Маргарет Митчелл». Роман вышел двумя годами ранее, в 36-м. Действие романа и фильма, многие из вас его читали. Он издан, кстати, и на русском языке. Фильм, я думаю, большинство и вас, дамы и господа, смотрели, мы знаем. Действие романа и фильма разворачивается в Атланте до, во время и после Гражданской войны. Читатели-зритель узнают о варварском разрушении Атланты армии северян и обещинстве победителей после окончания войны. Что было, то было. Но то, что было, не вписывается в исторические каноны прогрессивной политкорректности. Фильм, который завоевал восемь Оскаров, постепенно исчезает из кинотеатров, городов, даже в Южных Штатах. Его, правда, время от времени показывает телеканал Turner Classic Movies, который знакомит сегодняшних американцев с классикой Голливуда. Роман, который принес Митчелл Пулитцеровскую премию, уже исчез из учебных программ в школах большинства штатов. Четверть века назад трудно было найти выпускника американской школы, который бы не читал «Унесенные ветром». Ныне нелегко найти тех, кто читал. В 1941 году роман был изъят из продажи в нацистской Германии. В нашей стране дело до этого пока не дошло. Вот что сказал по поводу романа и фильма «Унесенные ветром» французский писатель и философ Бернар Анли Леви. Он охарактеризовал войну с фильмом «Унесенные ветром» и с романом «Унесенные ветром» так, цитирую Бернара Анли Леви, «Вызывающие тревогу подавление художественного самовыражения». «Вызывающие тревогу подавление художественного самовыражения». «Но тревогу следует бить не только в связи с этой кинокартиной. Прогрессисты переписывают историю всюду, всюду, где только возможно. И атака на Кейт Смит ярчайший тому пример». «Кто такая Кейт Смит, дамы и господа?» На этот вопрос лучше других ответил Франклин Дилана Рузвельт. Летом 1939 года президент Рузвельт принимал в своем фамильном доме в Гайдпарке английского короля Георга VI и его супругу. Гостям был устроен концерт. Одной из выступавших была Кейт Смит. Представляя ее королевской чете, президент Рузвельт сказал «Это Кейт Смит. Мисс Смит – это Америка. Мисс Смит – это Америка». Рузвельт не погрешил против истины. К концу 30-х годов Кейт Смит олицетворяла Америку. В это десятилетие она стала суперзвездой на радио. «The First Lady of Radio». Продажа ее пластинок била все рекорды. Слава Кейт Смит стала общенациональной после исполнения ее песни Ирвина Берлина «Господь благослови Америку». История создания этой песни такова. В 1938 году Америка праздновала 20-летие окончания мировой войны. Смит хотела подарить соотечественникам песню, какую они запомнили бы на всю жизнь. И она обратилась к лучшему в стране автору песен, стихот и музыки Ирвину Берлину, который, мы с вами знаем, родился в Царской России как Изя Берлин. И Ирвин Берлин сочинил по просьбе Кейт Смит песню, ставшую вровень с национальным гимном. Когда Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну, у Кейт Смит, цитирую, «всколыхнул патриотический пыл». Ее всколыхнул патриотический пыл. Она взялась за продажу военных облигаций. Благодаря личному участию Кейт Смит было продано облигации на общую сумму 600 миллионов долларов по сегодняшнему курсу, 10,2 миллиарда долларов. После войны в 50-е годы Смит стала звездой телевидения. Она скончалась в 1986 году в возрасте 79 лет. За почти полувековую жизнь в шоу-бизнесе Кейт Смит записала 2000 пластинок. 2000 пластинок. 19 из них разошлись тиражом более 1 миллиона. И среди сотен спетых ею песен были две песни действительно с российским душком. Одну она спела в 1931 году, вторую спела в фильме в 1933. В последующие годы Кейт Смит эти песни не исполняла. Обе песни давно забыты. Нашлись политкорректные искатели, копавшиеся в творческом наследии госпожи Смит. И на основании их доноса, доноса, дамы и господа, другого слова я не подберу. На основании их доноса руководители философийской хоккейной команды и нью-йоркской бейсбольной команды решили, отныне песня «God bless America» в исполнении Смит звучать не будет. И филадельфийская хоккейная команда поспешила демонтировать статую певицы. Вот как начальство каждой команды объяснило это. Вот что сказали филадельфийцы. «У нее есть песни, не соответствующие нашим понятиям о ценностях». Вот что сказали представители нью-йоркской команды. «Мы совершили ошибку, не приняв по вниманию чувств, испытываемых некоторыми». Профессиональные команды, дамы и господа, солгали. Их решение связано с желанием избежать шантажа политкорректной полиции, которая наверняка потребовала бы у частных компаний прекратить размещать рекламу своей продукции на стадионах филадельфийской и нью-йоркских команд. Интересная историческая деталь. Одну из песен, которые попрекают Кейс Смит, одну из таких песен часто исполнял негританский певец Поль Робсон. Поль Робсон был героем Сталинского Советского Союза и героем американской прогрессивной общественности. Именем Робсона, Поля Робсона названы улицы. В Радгерском университете, это штат Нью-Джерзи, он учился в этом университете, его именем названа библиотека. Он по сей день почитаем как борец за равноправие. Вопрос, дамы и господа, следует ли и имя Поля Робсона предать анатомии? И еще вопрос, до каких пор атеисты политкорректной полиции будут мириться с песней «God bless America», песней, обращенной к Господу? На этом, дамы и господа, я заканчиваю монолог. Оставайтесь на волне Дэвисон радио после рекламы, а я вернусь к вам, и мы продолжим разговор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова